www.vixnews.lv Мультимедийный информационный портал Здравствуйте! 12.15 в Риге. В это время, как всегда, в программе «Разворот» на радио «Болтком» в студии Екатерина Сафронова. Звукорежиссер мне помогает Евгений Копеин. И сегодня мы говорим о здоровье. Преимущественно говорим о женском здоровье, но это касается и мужчин, и отцов, и мужей. У нас в гостях глава Ассоциации гинекологов, практикующий врач, представитель организации «Папа Ардезец» Даци Матулы. Здравствуйте! Здравствуйте! 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Это телефоны прямого эфира. Звоните, участвуйте в нашей дискуссии. Также вы можете писать нам видеочат на портале «Микс Ньюс ЛВ». И там же вы можете видеть прямую видеотрансляцию из студии «Радио Болтком». Ну а начнем мы, наверное, с разговора не из самых приятных тем. Недавно было опубликовано исследование, что каждый третий случай заболевания раком в Латвии обнаруживается уже на той стадии, когда болезнь неизлечима. Были проведены данные, что при этом подчеркивается, что государство тратит какие-то деньги на диагностику рака, рассылая около миллиона приглашений на профилактические проверки. Но на эти письма реагируют лишь около трети адресатов. В частности, такие письма получают женщины. Им предлагается пройти проверку на рак груди, им предлагается пройти проверку на рак шейки матки. Почему такой небольшой отзыв? И действительно ли он небольшой? Это очень хороший вопрос. Это, я думаю, более вопрос к всем слушательницам. И напоминание о том, что вы, наверное, все-таки получили письмо. Та молодая девушка с 25 лет приглашается раз в три года на осмотр шейки матки, на профилактический анализ. И женщины с 50 приглашаются раз в каждые два года на маммографию. Но есть очень интересно, почему женщины не отзываются. Или есть еще то, что немножко хромает статистика. Потому что, как говорим, есть всякие науки, есть тоже статистика. Потому что женщина получает это пригласительное письмо. И она уже была у гинеколога. Она была у своего гинеколога, который принимает приватно. И она не попадает просто в этот список. Возможность вторая, что этот гинеколог не указан в письме. И пользуясь этим случаем, что вы пригласили меня в студию, я хочу напомнить всем женщинам, вспомнить, получили ли вы письма в приглашении на профилактический осмотр шейки матки или маммографию, соответственно, с возрастом в течение последних двух-трех лет. И если вы получили, то вы с этим письмом можете направляться к любому гинекологу. И если даже ваш гинеколог не в отношениях с государством, он все равно возьмет этот бесплатный анализ. И я всегда говорю о том, что это очень важно. Тем, которые беспокоятся о здоровье, о репродуктивном здоровье женщин, знать, что в нашем государстве на письмо отозвались не только 37-35%, даже не 40%, как до сих пор, но отозвались более чем 50%. И тогда бы мы были рады, чтобы улучшается этот охват женщин, которые действительно профилактически или в свое время обратились к врачу. Потому что всегда, вот как вы говорили, это запущенные случаи рака шейки матки. Это вдвойне больно. Больно потому, что всегда после этого трудно сказать, и зачем уже говорить, почему вы не пришли вовремя. Там надо решать проблему. Но это заболеваемость или болезнь, рак шейки матки, ее можно предотвратить. И это самое главное. Нет много заболеваний злокачественных, которые мы можем вовремя выявить. И рак шейки матки мы выявляем. И это прекрасно было, если бы мы всех 99% случаев могли выявить в предраковых стадиях, когда можно лечить, когда женщина happy ends, счастливо возвращается к своему репродуктивному здоровью, может рожать. Но, конечно, бывают эти запущенные случаи. И чем более запущенные, мы видим, потому что первый год после диагностики запущенный рак шейки матки, он иногда бывает с очень высокой смертностью женщин. И это очень... А вообще рак шейки матки, он лечится? То есть он хорошо лечится, если он выявлен раком? Это, конечно, надо сказать так, что хорошо и очень хорошо лечится предраковые заболевания. Потому что рак шейки матки может немножко о природе этого заболевания. Он вызывается вирусом. И мы абсолютно знаем, что вирус необходим, чтобы из нормальной ткани, а это перешло на злокачественный процесс, и этот вирус, человеческий папилломатозный вирус, или, как мы говорим, хьюмен папиллома вирус, он доказан. И ученые, которые доказали, что вирус должен быть и присутствовать, и вызывая рак шейки матки, этот Цухаузен, он получил Нобелевские премии, это действительно доказано. И мы можем захватить вирус или диагностировать это, когда еще он только в процессе, он меняет клетку. И мы это называем предраковые состояния, предраковые заболевания. И в таком случае мы можем полностью увеличить женщину. А скажите, а срок годности этих писем, он есть? А срок годности три года, раз в три года каждая женщина получает приглашение. И даже если вы в этом году не получили, но где-то глубоко под ценными бумагами стоит письмо с приглашением с прошлого года, или даже позапрошлого, все-таки имеет смысл это письмо откопать и обратиться к доктору. Ну, конечно, я спрашиваю женщину, говорю, вы получили письмо, и она отвечает, да, но я у вас уже была два года назад, и я как-то выбросила или как-то. Я говорю, ну, хорошо, мы все равно возьмем. Но тогда уже этот анализ платный, и результаты анализов знаю только я. Как я говорю, а государство не знает, что вы посетили доктора, потому что статистика другая. Но я знаю то, что женщина обратилась к доктору, я взяла этот анализ, и я спокойно. Но государство не знает. И тут тоже, получается, этот процент как будто не дошел. Но письмо годится три года до следующего письма. За последние 10 лет распространенность этого заболевания выросла на 20%. И ежемесячно в Латвии, если я правильно помню, около 20 женщин ставится диагноз рак шейки матки. С чем это связано? Это как-то современный образ жизни влияет на это? Или это вот в чем причина? Да, я думаю, смотря вообще в сторону онкологии, тут уже надо спрашивать у онкологов, я думаю, это все, что вокруг нас очень способствует развитию или мутациям клеток и новообразованием. Это экология, это природа, это вредные привычки, это может быть тоже стресс, которые очень влияют на иммунную систему в любом случае. Но уж говоря о раке шейки матки, действительно, которые 250 новых случаев в году. И с очень высокой, более чем 60% смертности в первом году после диагностики. Это тревожные цифры для уже так нашей маленькой популяции, потому что всегда это мы могли отвратить. Заболеваемость растет, может быть, не только потому, что это вызывается ХПВ-вирусом, человеческим папиломатозным вирусом, но тут есть несколько способствующих факторов, которые способствуют ранней инфекции, инфицировании ХПВ-вирусом, то есть это ранняя половая жизнь. Это может быть не один и не два больше партнеров интимной жизни. Это очень долгое пользование контрацептивами, тоже курением, потому что Латвия и Саарт, Бедри, в последнее время обращают очень заостренное внимание на курение, на вредные певечки, которые способствуют всем злокачественным и неблагодарным процессам в нашем организме. Это алкоголь и сигареты, да, можем смотреть с любой стороны. А курение тоже способствует развитию вреда вшейки матки, может не углубляясь в этот механизм, это очень прямой механизм. Так что есть способствующий фактор, и, конечно, этот вирус, и тот, который иммунная система, которая нас защищает. Есть много точек соприкосновения. У нас в Латвии доступна вакцина против вируса папилломы человека. Ее делают 12-летним девочкам. Расскажите поподробнее об этой вакцине. Обязательно ли она, не обязательно ли она? Какова отзывчивость родителей? Готовы ли родители приводить девочек на эту прививку? Спасибо за вопрос. Вы прекрасно спросили меня, обязательно ли вакцина. И когда мы говорим о здоровье, сохранении здоровья, ничего не бывает обязательным. Мы только можем объяснять, рассказывать. Рассказывать так, как мы, врачи, это понимаем, как мы учились. Потому что мы учимся от исследований, которые доказывают благо какого-то препарата, мероприятия. Это, конечно, вакцинация. Но есть очень много тоже сопротивников вакцинации. Если смотреть на наше государство и вакцинации, то вакцина против вируса человеческого папилломатозного в Латвии заведена с 2010 года. И рекомендуется всем девушкам, которые с 12 лет. Почему с 12 лет? Потому что этот возраст, когда от маленькой девушки она превращается в девочку, у нее начинается менструальный цикл. И это тот возраст, когда не только просыпается ее женственность, но просыпается ее иммунная система. И она захватывает эту и несет в себя иммунную память на всю ее репродуктивную жизнь. И если вакцина сейчас в русских сайтах и в русских сайтах говорят о том, что не исследовано, то я могу сказать полностью, что вакцинации, вакцины получили более чем миллион, все три дозы. В течение, тоже вакцины исследованы в течение 10 лет, уже 10 лет. И мы говорим, что все новое. Немножко перепрыгивая, когда Виагра проявилась на рынке, никто не говорил о том, что Виагра это новое, может быть вредное. Ну ладно, пойдем дальше о вакцине. И вакцина в том возрасте, когда вакцинируют 12-летних девушек, это играет и защищает ее в течение всей репродуктивного здоровья, это репродуктивного периода, это доказано. Исследованиями то мы знаем, о том мы говорим. Потому что, как бы парадоксально это ни было, в 12 лет мама говорит, моей дочке вакцину. Почему нет? Нет, то есть, почему вакцинировать? Вы, доктор, говорите, это против человеческого папилотозного вируса, который получаем сексуальным путем. Но ей только 12 лет. Я говорю об иммунной памяти, то, которая ее защитит на всю жизнь, пока она будет женщиной. Там, через 20 лет. Нам кажется, что молодость вечна, но не так. Это раз. По-вторых, мамы говорят, это вредно. И я тоже слыхала такие руморс, мифы о том, что вакцина вызывает бесплодность. Но о том, что если у молодой женщины диагностируют рак шейки матки, и она никогда не сможет рожать, может быть, имеет смысл сделать что-то, чтобы сохранить, предотвратить. Мы же учим детей. Не бери горячее. Конечно, мы думаем о том, что она встретит единственную правильную жизнь. Но бывает всякое. И среда, мы учим их добрым. Но жизнь бывает всякая. Если мы как-то можем предотвратить, сохранить, как страховка на всю жизнь, может быть, имеет смысл это сделать. Мы прервемся на паузу. У нас новости и реклама. Вернемся через несколько минут. В студии у нас доктор-гинеколог Датси Матул. Оставайтесь с нами. www.vixnews.lv Мультимедийный информационный портал На балкоме разворот! Мы продолжаем программу разворот. 672-12-93-9, 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Пишите нам в видеочат. В гостях у нас врач и гинеколог, представитель ПАПАРД, ДАЦИ Матулы. Мы сегодня говорим о здоровье, о женском здоровье. И мы закончили говорить перед перерывом о вакцине для 12-летних девочек против вируса папиллома человека, который вызывает у женщин рак шейки матки. И вот такой вопрос, доктор, к вам. Недоверие к вакцине против папиллома вируса, он может быть связан с тем, что у нас вообще недоверие к вакцинам, и вообще фармацевтический бизнес, он огромен. И у людей вот это недоверие. И вообще сейчас родители отказываются от прививок, даже для младенцев. Да, я думаю, это очень хороший вопрос, и многогранный вопрос, смотреть на все за и против вакцинации. И если в 1961 году, когда только вакцины начались, когда я была младенцем, мы получали очень много из вакцин, очень много информации или этих антигенов, против которых мы строили свой иммунитет, то на данный момент вакцины очень современные, там современная синтез протеинов. Мы получаем очень малой информации. Та, которая несет вакцины, она тоже очень хорошо действует. И мы видим эту заболеваемость с теми заболеваниями, которыми вакцинировались. И это практически нету тех заболеваний. Как говорят о том, что дифтерия опять проявилась, потому что родители не хотят вакцинировать своих детей. Но этот, конечно, вопрос о вакцинах и формации. Формации, я согласна тем, что это огромнейший бизнес. И, как говорят, это второй после производства оружия. Там идет, по-моему, своя война. Но без антибиотиков мы уже не представляем свою жизнь. Тоже без вакцин, если посмотреть на истории человечества, те заболевания, от которых умирали люди, сейчас не умирают. И мы даже таких не знаем, потому что была вакцина придумана. Также очень интересно, по-моему, и вообще истории меняют это противозачаточные таблеты. Меняют тоже препараты для эндокринологии, которые предлагают. И лечить человека – это всегда очень многогранный вопрос. Но, говоря об вакцине против человеческого папилматозного вируса, вакцина и это благо, которое мы получим, это мы увидим только через 20 лет. И всегда, когда предлагается маме подтвердить или эта информация о вакцинации 12-летней девочке, всегда это настораживает, потому что вы же, доктор, говорите о том, что вирус человеческий папилматозный, он передается половым путем. Но о каком половом пути мы можем сейчас говорить, когда у девушки только 12 лет? Она же ребенок. Я говорю о том, что ее иммунная система прекрасно воспринимает эту информацию, которую несет вакцина. Но когда уже девушке становится 14-15 лет, мама начинает задуматься, потому что она расцветает, расцветает молодая женщина. И может все-таки, имеет смысл, смотря на свою 15-летнюю дочь, ее провакцинировать. И мне надо напомнить о том, что вакцинации до 18 лет – это бесплатно для детей, и до 18 лет – они еще считаются дети. И потому еще мамы могут задуматься насчет своих 14-летних и 15-летних дочерей, может быть, имеет смысл вакцинировать. И этот вопрос, доктор, почему вы не предложили мне вакцинироваться? Я слышу, после этого, когда мы уже диагностировали предраковые заболевания или даже рак. Но я говорю, эта вакцина недавно все-таки появилась. Но это очень сложный вопрос, и можно очень много об этом говорить. Одевайте наушники, у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте. Сорвался телефонный звонок. Сорвался телефонный звонок. Скажите, пожалуйста, вирус папиллома человека, им можно заболеть, рак шейки матки, любая девушка, которая начала половую жизнь. Я так понимаю. Да. Какой риск заболеть именно раком, если есть вирус папиллома человека в организме? Или если вылечить вирус папиллома человека, какой риск остается на всю жизнь? Всю ли жизнь мы являемся носителями? Вирусы очень интересные существа, которые живут вокруг нас. И это, опять же, доказано исследованием то, что примерно 80% из нас, начиная половую жизнь, получают вирус, ХПВ-вирус, человеческий папилломатозный вирус. Но хорошее известие в том, что в большинстве случаев вирус приходит и уходит сам по себе. И не остается в организме, и как был и прошел. Носителем вируса является партнер. И в большинстве случаев хетеросексуальный мужчина, нормальный мужчина, он не заболевает заболеванием, которое вызывает человеческим папилломатозным вирусом. Есть два типа. Это типы, которые низкого онкориска, которые вызывают папилломы, которые мы видим на коже, и это можно удалить и хирургически, и медикаментозно. И рак, и предраковые заболевания шейки в матке вызываются типами вируса, которые очень с высоким онкопотенциалом. И самое интересное с вирусом то, что вирус попадает в шейку матки, в этой клетке, в шейке матки, и хитро живет в этой клетке годами. Не меняя клетку, он позволяет расти клетку, как будто получается по нашим анализам нормальная картина. Но вирус растет, и он не меняет структуру клетки, он не вызывает воспалительные, у нас нет признаков. И это отвечает на вопрос, почему три года назад анализ был нормальный, и в этом году совсем ненормальный, или тому же рак. И в какой-то момент, и у нас нет этих прогностических факторов, чтобы сказать, вот этот момент, ну, стресс, это заболевание, долгая иммуносупрессия, когда вирус начнет менять эту клетку. Но мы можем поймать клетку в этом процессе из совсем хорошей, правильной клетки на раковую клетку. И это не месяц, и это иногда даже не полгода, не год, а это может быть несколько лет. Но прогнозировать, когда и у кого он останется, не останется, вот это наша слабость, у нас нет способности прогнозировать, у кого этот вирус останется жить в этих клетках, у кого нет. А лечить вирус очень интересно. В мире говорят о том, что вирус не вылечивается. А в российском, в российской медицине, и там немножко иначе, я аргументы, факты иногда поднимаю, смотрю, у них есть такие лекарства, которые нету в западной медицине, и они очень интересно доказывают, потому что западная медицина говорит о том, вирус не лечится, но российская, все так говорят, есть препараты, которые способствуют, ну, как будто повышая иммунные свойства организма, этот вирус возможно и удалить, уничтожить или вылечить. У нас есть телефонный звонок, попробуем принять еще раз. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день, дамы, Виктор. Привет. Прекрасен, конечно, прекрасен, конечно, ваш союз, ассоциация гинекологов, чистые помыслы, благородного стремления, но все ваши усилия тщетны, потому что есть две системных ошибки, и вот тут, уважаемая ведущая, у меня две позиции. Первое, вы прекрасно знаете, что государственная машина руками Минздрава целенаправленно, всю без исключения онкологию, выдавливает в частный сектор. И вот тут вы утратите всякий контроль над проблемой, о которой сегодня говорите. Вторая позиция. Видите ли, репродуктивное здоровье и девушки, и юноши не будет на должном уровне, когда государственная система уничтожила напрочь институт педиатрии, то есть, принимая маленького человека из ваших гинекологов рук, врач-педиатр должен вести девушку, юношу до передачи медикам призывной военной комиссии, а девушку, которая намерена стать мамой, опять передавая в ваши руки. Вот эта цепь разрушена, значит, ее надо восстанавливать. Как будем это делать? Спасибо. Спасибо. Ответите что-нибудь? Нет, это, я считаю, это очень хороший комментарий, и мне нравится то мнение, но как-то, смотря на то, как идет наша жизнь, иногда не получается встать в реку, в то же место, где мы были в 85-м году, и когда я начала действительно работать в 85-м году, это уже довольно долго назад, действительно так и было, и больше это была система контроля, но мне надо сказать, что так как этот анализ на предраковые и раковые и шеи матки, государство все-таки выделяет всем, несмотря на то, что или приватный, или государственный сектор, то все-таки государство старается, как больше охватить молодых девушек и тоже женщин, и получить эту информацию, но Гиппократ говорил о том, что понятие где происходит болезнь, и чтобы сам человек понял это, это уже половина лечения, то есть как будто мне кажется очень важно было, чтобы мамы 12-летних девушек поняли, что эта болезнь получается из ХПВ вируса, и что мы можем, как мы можем предотвратить, потому что понятие всегда способствует нашему очень хорошему диалогу, где включена не только девочка, но и ее мама, и очень интересный факт такой, если у мамы был рак шейки матки, ну и хэппиэнд, вылечили химиотерапию, и облучение, но хороший результат, есть предрасположенность, нет, этой предрасположенности в какой-то мере нет, но дочка сразу понимает, почему ей надо вакцинироваться, и почему должно произойти плохое, или то, что мы можем обойти и предотвратить, почему должен быть в какой-то мере рак, чтобы понять, что это действительно мы можем отдвинуть. попробуем еще раз принять звонок, одевайте наушники, здравствуйте, добрый день, меня интересует, вот эта прививка от папиллома, она не повлияет на где-то рождаемость девочек, потому что мне приходилось слышать, что контрацептивы, они, в общем-то, которые таблетки, они влияют на эту сферу. Спасибо. Да, большое спасибо за вопрос, и действительно вы в этом мифе о том, что вакцина делает девушек бесплодных, или противозачаточные таблетки делает девушек бесплодных, я думаю, тут не столько медицина связана, но это связано с тем, что противозачаточные таблетки регулируют рождаемость. И есть мнение о том, что мы не должны регулировать рождаемость. Вакцина против рака, шейки, матки, которую вызывает вирус, который мы получаем начиная половой жизнь, может быть, это тоже тот барьер, который настораживает, потому что у нас на всю жизнь должны быть моногамные отношения, и я читаю женские романы, мне нравится Happy End, он ее увидел, она его увидел, они друг были первые на всю жизнь. Это действительно прекрасно, если так возможно, но реальная жизнь в том, что половая жизнь в среднем в Латвии, в Европе начинает 16-17 лет, вирус ходит, бродит, он живет, и, к сожалению, если мы говорим, как будто кажется, рак шейки матки, это заболевание женщин после 30, то самый раньше случай был у девушки, молодой женщины, 19 лет, и у нее еще рожать, и только рожать, но там хорошо все получилось, она вылечили, и она родила, и я тоже, не только она, но я плакала, рада, что мы успели вовремя, и все случаи, я такие вспоминаю, но эта вакцина не вызывает бесплодие, так же, как контрацептивные таблетки, но просто есть другое мнение, то, что мы не должны, это рассказ о сексе, это рассказ о молодости, да, и, конечно, тут должны моральные нормы быть, тут должна быть нормальная семья, молодой человек должен расти в любви, чтобы быстро не выбежать из семьи, искать любовь где-то снаружи, там, это другой разговор, я думаю, психологами, всякими другими специалистами. я бы хотела затронуть еще такую тему, недавно, буквально на прошлой, по-моему, неделе, было приведено исследование, что в Латвии растет возраст первородящей женщины, впервые рожают в Латвии в 29 лет в среднем, это тревожные данные? Да, это тревожные данные, потому что, я думаю, каждая женщина должна в себе почувствовать гордость в том, что ей дано от матери природы и сохранять соответственно это, но представьте молодую цветущую девушку, которой в 18 лет у нее хороший менструальный цикл, и у нее абсолютно она способна рожать детей, но она решает учиться, она решает еще магистратуру, еще тогда у нее хочется потом квартиру, и потом она встречается с молодым человеком, который еще не готов стать отцом, но он прекрасный молодой человек, они вместе ждут, но к сожалению это репродуктивный потенциал, или сила репродуктивная, она немножко как песочные часы тикает, и откладывая этот возраст, когда рожать первых детей, мы иногда можем поставить уже эти очень важные наши замыслы о большой семье, довольно не достать свою цель, потому что очень многие говорят, что они будут пользоваться противозачаточным, они еще не готовы от жизни чувствовать себя молодым, может этот культ молодости, мне трудно сказать, но 29 лет еще хороший возраст, но когда возраст уже предвигается 35 у женщины иногда начинаются гормональные нарушения, когда действительно тяжело забеременеть, и тут тоже вопрос не об одной женщине, тут вопрос об партнерстве, ответственности мужчины, и больше мне хочется сказать, почему мужчина, который 33 года еще считает себя совсем молодым и не хочет стать отцом, потому что мы же их любим, ну и когда они созреют, это же не вишня, скажите наверное последний вопрос, государство поддерживает программу искусственного благотворения, и уже есть по этой программе первые забеременевшие, и вот необходимость в этой программе в Латвии, это последствия того, что в среднем растет возраст первородящей женщины? В этой программе включены пары до 37 лет, и этот возраст когда еще можно было забеременеть натуральным способом, но так же как распространение рака, шейки, матки, так тоже бесплодие все-таки имеет очень многогранные основы, почему пары бывают бесплодными, это не только как говорят этой инфекции, но тут очень большой тоже фактор мужчины бывает, и если осознать вовремя эту проблему бесплодия, то я думаю, что это очень ценно, что государство думает об этом потенциале, потому что дети любом путем, как они появляются над этот свет, они должны быть жданными, желанными, и в этих семьях, где какой-то период не получился, они же огромнейшая ценность получается, я думаю, что благодаря нашему министру здравоохранения эта программа начинает работать, и действительно, я желаю этой программе доброго пути и еще больше денег, потому что очередь уже довольно длинная. Спасибо, спасибо, что пришли к нам сегодня в студию, у нас в гостях была глава ассоциации гинекологов, практикующий врач Даци Матулы, программу провела Екатерина Сафронова, помогал мне звукорежиссер Евгений Копеин, спасибо и до свидания. Спасибо вам всему.